Этноблогер Генрих объездил свой край вдоль и поперек. Его веселые и познавательные видео о жизни Коми-глубинки и традициях Коми только на ютуб-канале набрали больше 320 тысяч просмотров. А еще слава и любовь подписчиков во всех социальных сетях. Покорив интернет, Генрих решил налаживать контакты в реальной жизни и пришел к подписчикам офлайн в школу вести этно-уроки. Мы приходим в этом костюме, показываем ученикам школ, про Коми рассказываем. Хочу, чтобы этно-уроками не только Коми-народ прославлял свою республику, но и это было нормой в каждом регионе России. Год работы над проектом показал этно-уроки – неплохой способ популяризации культуры своего народа, о чем Генрих и рассказал на медиафоруме в Москве. Кстати, как и некоторые другие спикеры медиафорума, Генрих – вчерашний выпускник школы межэтнической журналистики. Это всероссийский наставнический проект, который за 7 лет существования обучил азам и нюансам межнациональных отношений 2000 начинающих журналистов. Дискуссия о приоритетах и вызовах медиакоммуникации среди тех, кто до 16 и немного старше. За круглым столом авторитетной площадки опытные педагоги, ученые и молодые специалисты ведут разговор на равных. Было бы странно, если бы просто какие-то взрослые собрались и говорили о том, что нужно молодежи, чего хочет молодежь и как ей это дать. Журналисты активны, молодые журналисты. Они хотят очень много пробовать сами. Они это делают. И это такую цепную акцию ведет. Студенты Воронежского университета своими силами сделали образовательный проект под ключ. Три дня интенсива медиашколы Черноземья должны были прокачать навыки будущих журналистов. Сказано – сделано. Мы сказали себе, что мы не допустим что-то неинтересного, что-то скучного. И поэтому мы, учитывая наши потребности, делали для других. Ключевую роль сыграло то, что участие в нашем форуме, оно засчитывалось как прохождение практики творческой. Студенты сами придумали программу. Нашли хедлайнеров и спонсоров, организовали локации. В итоге по пяти направлениям подготовки обучили ровесников из Ельца, Пензы, Тамбова и Воронежа. Для себя я понял, что возможно за три дня обучить около 50 человек за минимальную сумму. 3000 единственным выделил спонсор, 10 тысяч выделил деканат. Встреча в офлайне скоро станет роскошью, говорит уже декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Цифровизация привела к тому, что все время бодрствования человек практически не расстается со смартфоном. А это сигнал традиционным СМИ. Пора меняться и идти навстречу аудитории в онлайн. Медиа-среда совершенно изменилась. Люди стали очень много времени проводить с социальными медиа. Вообще медиа-потребление выросло до практически 8 часов в сутки в России, что говорит о его значимости для практик общественных. Некоторые СМИ этот сигнал уже считали и не прогадали. Журнал на национальном языке Йолога был некогда газетой, а теперь и вовсе многофункциональное издание, связавшее социальные сети, подкасты, интернет. С печатной версией при тираже журналов 300 экземпляров реальная аудитория нишевого молодежного издания на национальном языке – несколько тысяч читателей. У нас есть журнал, в котором мы оставляем помимо текста и красивые картинки и QR-коды. По этим QR-кодам можно переходить на нашу страничку ВК, либо на страничку другого человека, о котором мы пишем. Почти два часа насыщенного диалога об удачных практиках и экспериментах в академической среде и студенческой. Вывод, с которым согласились все – поиск новых форм для разговора на межэтническую тематику в вузах при непосредственном участии молодых коллег. Субтитры создавал DimaTorzok